Всем огромный привет! Меня зовут Юля, вы на канале Ванильная Семья. Сегодня я буду делать уборку в спальне. Сначала я заправляю кровать. Мы используем простую простынку, в этот раз без резинки, поэтому ее нужно поправлять каждое утро. Взбиваю подушечки и раскладываю одеяло. Кровать сегодня застелю розовым пледом, потому что на мятном пледе появилось пятно. Огромное синее пятно. Возможно, что-то полиняло из одежды. Нужно узнать, что. А плед нужно отправить в стирку. Дальше я делаю уборку на столе. Чего здесь только нет. И игрушки, и тряпочки, и какие-то леденцы. Это ребор на лису. Убираем листочки, которые нам не нужны. Наклейки я оставлю, а листочки убираю сразу в мусор. Хожу вот так с пакетиком, собираю мусор. Кстати, вчера делала маникюр, и сейчас нужно навести порядок в коробочке, в которой хранится аппарат для маникюра. Раз в неделю навожу порядок в этом шкафу. Убираю то, чем не будет пользоваться Алиса. Какие-то законченные рабочие тетради, либо выполненные домашние задания на распечатанных листочках. Какие-то неудачные рисунки. В общем, все убираю, все выбрасываю. Ну и, конечно же, много рисунков и разных Алисиных поделок я оставляю на память. Складываю в альбомы, которые с Алисой мы периодически просматриваем. И она вспоминает, как она рисовала. В общем, такие забавные моменты памятные. Очень трепетно мы к этому относимся. Вот обычно кажется, что ничего вроде лишнего нет, но когда я начинаю уборку, то всегда у меня как минимум один пакет получается с макулатурой, мусором. Откуда что берется, непонятно. Ой, ребята, скучаем по Дубаю. Если бы не коронавирус, наверное, мы уже были бы там. Сейчас буду делать влажную уборку. Убираю все с полочек. Снова что-то нашла. Очень люблю делать уборку чистящим средством, которое покупала в Леруа. Продается ближе к кассам. Желтый бутылечек. Чем мне нравится? Тем, что не сильно концентрированное. И всяко лучше, чем просто протирать обычной водой. Оно все-таки с каким-то дезинфицирующим составом. В общем, классное средство. Всем рекомендую. Обратите внимание. И стоит, по-моему, не очень дорого. Все, расставляем книжки, рисунки. И закрепляю книжки котятами, ну, чтобы они не падали. Перехожу к следующей полке. Решила снизу начать. То есть от середины к низу. Ну, так удобнее. Потом наверх залезу. Это Леша дарил мне рамочку лучше жене. Нашла коробку, в которой у нас хранятся браслеты. Всякие украшения. Снова все протираю. И составляю коробочки назад. Ребята, обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам видео такого формата про уборку. Мне очень нравится. Доставляет мне такие видео огромное удовольствие. И я решила сама попробовать снять для вас такое видео. Пишите в комментариях. Будет интересно знать ваше мнение. Ну, а я дошла до нижней полки. Сейчас здесь протираю пыль. Здесь больше всего пыли, потому что, ну, конечно, пыль седает и падает вниз. В общем, нижние полки самые грязные. Расставляю коробочки. Внизу я ставлю коробочки темно-синего цвета. Хотя, в принципе, красиво было бы, если бы стояли коробочки, вот как на предыдущей полке. Ну, я подумаю, может быть, заменю. Снова что-то нашла. Какие-то штанишки для кукол. Фотоаппарат-мыльницу. Немного покажу вам, что у меня хранится на верхних полочках. Разные статуэтки, сувенирчики. Все эти вещи я очень люблю и храню их. Потому что мне их дарили дорогие, любимые люди. На второй половине этой полки у меня стоят иконы. Такой маленький уголочек. Конечно, нужно сделать какое-то отдельное место для икон. Но на данный момент вот так. Тоже стараюсь очень часто их протирать, чтобы они не запылились. И вот так. Добралась я до самой высокой полки, решила на ней навести порядок, решила убрать все сувениры в коробку, коробку закрою и пусть она пока стоит так. Скоро мы переезжаем, в принципе, половину дела я уже сделала. Сувениры все протерла, убрала в коробочку, кое-что еще оставлю, чтобы красивенько было. Что порадовало глаз. Мы с Алисой любим красивые вещи, красивые всякие штучки. Смотрите, каруселька, это моя мама дарила Алисочке. Все, добралась я до Алисиного стола, сейчас делаю уборку на нем. Взяла огромный пакет, в который буду складывать игрушки. Вот этот пакет, который я разбираю, он порвался. У Алисы на столе всегда беспредел, особенно она любит у нас фантазировать и заниматься творчеством перед сном. А я, как правило, перед сном вообще уборку не делаю. Я все оставляю на утро. Не знаю почему, но мне так удобно. Утром, когда Алиса уходит в школу, я начинаю все прибирать, убирать, чтобы когда она пришла из школы, было чисто. Она спокойно села, сделала уроки. Потом снова на этом же столе поиграла, порисовала. Что-то поделала, посмешивала. И снова утром я все убираю. Вот так мне удобно. Напишите в комментариях, как вы делаете. Просто, ребят, если утром прибираться и потом вечером, у меня не всегда на это есть время. Субтитры сделал DimaTorzok Раз в неделю делаю уборку в письменном столе Алисы. Здесь всегда много мусора, поэтому я сразу приготовила пакет для мусора, чтобы все убрать. И хочу сегодня помыть этот контейнер. Субтитры сделал DimaTorzok Хотя я и мылась сильным химическим средством этот контейнер, все равно отмыть его у меня не получилось, к сожалению. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь я убираю весь мусор с пола, потому что здесь бегает Синди, все это разбрасывает, разносит по квартире. В общем, нужно все убрать. Субтитры сделал DimaTorzok Черные софиты Черные софиты это просто магнит для пыли, постоянно нужно их протирать. Под моим предыдущим видео было очень много комментариев, что я неправильно делаю уборку, что пол нужно сначала пылесосить. А потом уже нужно его мыть. Ребята, у нас в станице просто нет пылесоса. Дома, конечно, я так делаю всегда. Настало время разобрать белье из сушильной машины. Обычно я его разбираю, потом раскладываю по шкафам. Все женщины делают по-разному. Кто-то любит гладить сразу белье, а кто-то, как я, любит гладить только по факту. Когда оно нужно, его просто достаю и глажу и надеваю, либо на кровать застилаю. В общем, все делают по-разному. Пишите в комментариях, как вам нравится больше. Ну и под конец разбора я раскладываю носочки, нижнее белье, колготки, по стопочкам что-то Леша, что-то мне, что-то Алисе. И начинаю все это убирать в шкафы. Сегодня решила сделать небольшую уборку и у себя в шкафу, и у Алисочки, потом вам покажу, что у меня получилось. В принципе, у нас всегда аккуратно в шкафах, потому что пользуемся ими каждый день. Но раз в неделю я обычно вещи все перекладываю, что-то убираю вообще, что мне не нужно. Например, теплые костюмы мне сейчас дома не нужны, у нас дали отопление. Поэтому я сразу этот костюм убираю в другой шкаф. Носить его пока не буду, может быть, весной начну носить. Обязательно делаю влажную уборку внутри шкафа. Потому что мне кажется, что пыли там намного больше, чем у нас на подоконниках. Возможно, это именно от одежды, хотя мы пользуемся сушильной машиной. Не знаю, как с этим бороться, но я просто протираю пыль. Буду сегодня делать уборку на нижней полке этого шкафа. Здесь у меня хранятся разные вещи, которые нам, в принципе, не особо нужны. Например, вот этот прибор я вам сейчас показала. Это прибор для того, чтобы убирать запахи в квартире. Когда мы только купили кровать, которая стоит в этой комнате, она почему-то пахла. Ну, может быть, потому что новая была. В общем, этот запах мне не очень нравился. Я купила вот этот озонатор, ионизатор, и он реально за два дня убрал весь запах. Мне это очень понравилось. Я считаю, что это нужная вещь в хозяйстве. Он классно убирает запахи. Всем советую. Посмотрите, грязи действительно много. Давно я здесь не делала уборку. Все, как-то руки не доходили. Ну, месяц точно, месяц точно уборку не делала. Все, сейчас все протру и буду все складывать назад. Коробочки. Сейчас покажу вам, ребят. Смотрите, вот эта штука, мы ее покупали в Дубае. Она для плавания. Это шезлонг. Очень классная вещь. Забрали с собой, не стали там оставлять. Думали, что здесь пригодится, но здесь тоже особо плавать негде. Ну, пусть будет. Вот такой хвостик Алисе покупали когда-то. Пока не выбрасываю, он, в принципе, по размеру ей подходит. Убираю полотенце в шкаф. Полотенце, постельное белье. Люблю все складывать стопочками. Все игрушки Алисы мы храним под кроватью. Я ее открыла, чтобы все убрать, чтобы они не валялись. Может показаться, что здесь полный беспредел и беспорядок, но на самом деле здесь просто разбросана кукольная одежда. И некоторые куклы и мелкие игрушки валяются где попало. Я сейчас уберу всю кукольную одежду. Мягкие игрушки складываю в одно место. Куколок складываю в другое. Одежду раскладываю по пакетам. И видите, у меня в углу стоит коробочка. Туда я складываю мелкие игрушки. Игрушек очень много, но мы их пока не выбрасываем. Алиса у нас постоянно вспоминает про басиков. И я думаю, что еще она ими поиграет. Ну, может быть, пару раз точно. Но в любом случае выбросим игрушки только тогда, или раздадим, когда Алиса у нас сама будет к этому морально готова. Окончательный этап влажная уборка пола. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok